Ситуацию с управлением жильем Благовещенска ВКС иначе, чем критической, не называют. Управляйка должна ресурсникам 266 миллионов рублей. Все это деньги рядовых потребителей. Три с лишним тысячи благовещенцев регулярно оплачивают воду и тепло. Не подозревая, лишь часть средств компания отдает за ресурс. Избежать оплаты накопленных долгов ей помогает регулярная смена названий. То есть разные названия. Управление жильем, управление жильем города Благовещенска. Управление жильем, вот сейчас они перерегистрированы на управление жильем города Благовещенска за главными буквами. То есть люди часто даже не знают, что у них происходит смена управляющей компании, потому что как у них она и называлась управлением жильем, так она и остается. Специалисты призывают потребителей срочно переходить на прямые расчеты за ресурс и не отдавать свои кровные расчетному центру управляйки. Ведь она ко всему еще и не имеет СКС договора. Следовательно, выставляют счета за воду и тепло незаконно. Делами нерадивых коммунальщиков заинтересовались антимонопольщики. Полицейские дело о растрате в особо крупных размерах расследуют с 2013 года. Об этом официально сообщил руководитель УМВД Николай Аксенов. Уголовное дело находится на завершающем этапе расследования. Предъявлено окончательное обвинение. Для утверждения обвинительного заключения уголовное дело планируется направить в прокуратуру Благовещенска. Правоохранители считают, благовещенцев обманывали три последовательно организованные и специально обанкротившиеся управляйки. В АКС уверены, компаний было не меньше семи, а руководят ими из Перми. В отношении одного из руководителей расчетно-кассового центра АМУР в городе Перми возбуждено четыре уголовных дела по мошенничеству. Он создал группу расчетно-кассовых центров РЦ Прикамья, РЦ АМУР, РЦ Петрозаводск, РЦ Пермь. Иметь дела с мошенниками ресурсоснабжающая организация категорически не советует. Квитанции завода и теплоснабжения Благовещенский РКЦ в подведомственные УК «Дома» уже доставил.